Пациенту максимальную пользу Пациент за этим к нам и приходит, за качественной и, самое главное, безопасной медицинской помощью И начнем мы, пожалуй, с определений Качество медицинской помощи, как говорит нам 323-й федеральный закон Это совокупность характеристик, которые отражают своевременность оказания помощи Правильность выбора методов и степень достижения запланированных результатов Но что касается безопасности деятельности Здесь именно в медицинской базе нормативной есть небольшой пробел Но мы можем обратиться к другим документам У меня что-то не переключается Следующий слайд, пожалуйста, включите Мы можем обратиться к ГОСТу по горному делу Где безопасность в угольных шахтах является основным вопросом в работе В этом направлении И что нам говорит этот ГОСТ? Безопасность — это состояние объекта или процесса, при котором отсутствует недопустимый риск Если мы обращаемся к другим определениям, то безопасность — это состояние защищенности жизненно важных интересов Или условия, в которых находится сложная система, когда действия различных факторов не приводят к процессам, которые считаются негативными по отношению к этой системе Иными словами, если все это собрать воедино, безопасность медицинской деятельности — это то состояние снижения риска возникновения угрозы Которая достигается правильным выполнением манипуляций вмешательств при оказании медицинских услуг И все мы в той или иной степени понимаем, что на современном этапе развития общества Очень важное значение имеет повышение качества медицинской помощи и безопасности пациентов И это наша задача с вами также Сегодня я хочу рассказать именно о нашем подходе в нашей организации решения этих вопросов, которые стоят перед каждой медицинской организацией Мы с вами сегодня находимся в Национальном медицинском исследовательском центре, который я и представляю И наша задача является более сложной Еще и потому, что сеть этих центров создавалась для повышения качества медицинской помощи В том числе с помощью или путем методического руководства медицинскими организациями в регионах То есть нам нужно сделать хорошо не только у себя, нам нужно это хорошо транслировать в регионы Наше учреждение также является особенным еще и потому, что оказывает специализированную онкологическую помощь И наши все манипуляции, которые мы проводим в нашей организации, их можно условно разделить на две категории или две группы Это универсальные процедуры, которые присущи любой медицинской организации И специальные, которые мы оказываем только пациенту онкологического профиля Наш коллектив насчитывает около 350 человек среднего персонала и примерно столько же младшего Это и люди с огромным стажем, это и молодые специалисты Движение персонала у нас довольно интенсивное вследствие того, что открываются периодически новые отделения или новые направления деятельности И нам важно, чтобы любой специалист нашего центра, будь то наставник или вновь пришедший на работу сотрудник Выполняли свою работу одинаково качественно И к чему я это веду? Количество и степень рисков при выполнении манипуляции, оно, несомненно, очень высоко И зависит и от помещения, от состояния этого помещения, от оснащения, оборудования От его, так сказать, функциональных особенностей, от наличия расходных материалов, лекарственных препаратов и так далее Ну и, конечно же, от качества работы персонала И учитывая все наши особенности, надлежащие качество и безопасность, мы обеспечиваем в том числе Путем внедрения стандартизации всех процессов при оказании медицинской помощи И, как говорит Ольга Владимировна, когда мы позавчера с ней обсуждали этот вопрос Что как раз-таки стандартизация – это такой соус, который перемешивает все вот эти ингредиенты Которые необходимы для качественной и безопасной помощи При создании системы стандартизации и плана ее реализации Мы руководствуемся требованиями приказа Минздрава России 785Н И создаем такую систему стандартизации, которая является функциональной и соответствует нормативным требованиям Как я говорю, наш подход к стандартизации просто сложен одновременно Мы создаем наши документы с нуля для того, чтобы описать процесс, который подходит конкретно нашему учреждению и отвечает нашим условиям Затем из стандартов, алгоритмов, инструкций рождаются процессы, а из процессов – регламенты деятельности При создании стандарта, конечно же, важно учитывать несколько аспектов Нужно, чтобы технология, которая описывается, была наилучшей и безупречной В некоторых случаях в ходе разработки стандарта мы даже меняли ход процедуры или оптимизировали процесс Также важно учитывать то, каким образом описать процедуру на языке, понятном специалисту любого уровня То есть документ не должен быть, с одной стороны, примитивным, чтобы не оттолкнуть специалиста высокого уровня И в то же время он должен быть абсолютно понятным и достаточно простым Стандарт должен быть изложен так, чтобы исключалась возможность его альтернативного понимания И не было повода для двоякого толкования стандарта Как же наши стандарты создаются? Сначала жизнь или обстоятельства текущие, или требования нормативной базы Диктуют нам условия и необходимость создания стандарта Или кому-то приходит в голову идея, что нужно стандартизировать процесс В создании стандартов непосредственное участие принимает группа специалистов Которая владеет опытом исполнения конкретной манипуляции или процесса При необходимости в нее включаются специалисты разных профильных отделений и смежных специальностей Далее следуют многочисленные корректировки обсуждения И мы на выходе имеем тот документ, к которому шли В процессе этой общей командной работы у сотрудников, безусловно, возрастает приверженность Заинтересованность, осознание реальной пользы от использования локальных документов Поначалу персонал, привлеченный к стандартизации, с опаской приступал к работе Но уже сейчас демонстрирует выраженный рост мастерства в понимании процессов Что самое главное, и умеет их описывать По сути, мы используем методику agile Термин из IT-среды, который означает гибкую методологию разработки программного продукта В небольших командах, больших организаций Как видите, мы не изобрели ничего нового по сути стандартизации Мы адаптировали имеющиеся формы, выбрали из существующих приемлемые для нас методы И после того, как стандартизация поставлена, так скажем, на рельсы Стандарты выучены специалистами и применяются в работе, встает вопрос контроля И мы поставили перед собой задачу стандартизировать и этот процесс тоже Контроль мы осуществляем с помощью системы внутренних проверок Я намеренно не говорю слово аудиты, потому что система аудитов строится немного по-другому Для этого требуется совершенно другой уровень работников обученных Поэтому мы строим систему внутренних проверок И руководствуемся мы при этом приказом, конечно же, 785-Н И ориентируемся на международные основы профессиональной практики внутреннего аудита Которые разрабатываются институтом внутренних аудиторов И в основе такой организации контрольной деятельности лежит концепция трех линий защиты Первая линия защиты – это наши старшие медицинские сестры Вторая линия защиты – это главная медицинская сестра, врач-эпидемиолог А также ведущие специалисты вспомогательных отделений Которые отвечают за выполнение каких-то технологий в клинических подразделениях Например, отделение переливания крови, отделение лабораторной диагностики и так далее И третья линия защиты – это высшее руководство, то есть главные врачи и его заместители Для контроля работы в отделениях разработаны, и эта работа не останавливается Продолжают разрабатываться и усовершенствоваться чек-листы, целые комплекты чек-листов К каждому чек-листу предлагается подробнейшая инструкция, что и как оценивать Потому что у нас есть правило, мы описываем не только, что нужно сделать, но и как это нужно сделать Составлены регламенты деятельности, есть регламент работы старшей медицинской сестры И главной медицинской сестры по мероприятиям по внутреннему контролю качества Старшие медсестры, наша первая линия защиты, ежедневно в первой половине дня с чек-листом обходят отделение Этот обход занимает у них 7-10 минут в зависимости от отделения и возникающих проблем каких-то утром А вот обходы по направлениям, так называемые тематические проверки Режимные кабинеты, лекарственные препараты, медицинские отходы, уборка и питание Они проводят через день и получается, что за 2 недели у нас проходит полный цикл тематических проверок По моему мнению, по этим направлениям все-таки нужно ходить ежедневно в отделении Но так как, чтобы не провоцировать сопротивление персонала, который имеет место быть И не превращать этот процесс в формальность Мы посоветовали с коллективом старших сестер и приняли решение, что это будет проходить немножечко в таком режиме И мы немного растягиваем удовольствие Также наша первая линия защиты проводит комплексные обходы, комплексные проверки Они происходят, как правило, один раз в год и являются подготовкой к административному обходу В любом случае, как бы хорошо мы ни работали, как бы мы ни контролировали, к проверкам мы все готовимся Проблемные проверки внеплановые проводятся при поступлении сигнала от персонала или пациента Или при возникновении какой-то ситуации, которая требует проверки Вот так примерно выглядит план работы, план проверок старшей медицинской сестры С серым цветом закрашены клеточки, где планируется проводиться та или иная проверка Вторая линия защиты, как вы видите, сильно перекликается с первой То есть мы с врачом-эпидемиологом проходим по тем же критериям Мы реализуем свою программу проверок, используя те же компоненты, что и старшая медицинская сестра То же самое, только без ежедневного обхода отделения Вот так вот выглядит мой план проверок, например, где серым у нас окрашены клеточки То, куда я планирую сходить и в какую дату По нашему мнению, мы так решили, легче и качественнее проходят проверки Если мы берем один процесс, например, обращение с лекарственными препаратами И проходим все отделения веерно Проверки главной медсестры, мои, то есть спланировано так, что за один квартал Будут проверены все отделения по всем направлениям, их всего пять Вообще, чек-листы для нас, для всех, наверное, не новинка Мы проводили проверку правильности выполнения манипуляций по чек-листам, которые приложены почти к каждому стандарту Сейчас мы составили чек-листы таким образом, что компоненты контроля, как я уже сказала Что у старшей, что у главной сестры, что у врача-эпидемиолога Они одинаковые, то есть персонал знает, по каким критериям их будут оценивать Это помогает, во-первых, объективизировать контроль и избавляет от слепых пятен У нас почти нет возможности что-то упустить А если у нас возникает такая ситуация, когда мы видим, что мы что-то пропустили То у нас, естественно, всегда есть возможность в чек-лист это включить Особое место в системе проверок занимает контроль сроков годности Для этого создан специальный стандарт, в котором четко прописано, кто и когда проводит контроль И здесь имеет место, назовем его нулевой контроль, то есть самоконтроль Здесь уже подключается медицинская сестра, которая ежедневно проверяет лекарственные препараты Или медицинские изделия на срок годности на вверенном ей участке Будь то процедурный кабинет, перевязочный и так далее Старшая медицинская сестра проводит контроль ежемесячно в конце месяца Подводя итоги месяца и проводит отчет о движении лекарственных препаратов Я провожу контроль как раз-таки уже после подведения итогов в начале следующего месяца Провожу контроль за предыдущий Третий уровень контроля это административная проверка Тоже занимает особое место среди таких мероприятий контролирующих Потому как административная проверка проходит с участием всех вспомогательных служб Это электрики, сантехники, охрана труда, пожарной безопасности, эксплуатация медоборудования и многие-многие другие Проверка построена таким образом, потому как в медицине не бывает мелочей Мне очень нравится пример, который приводит Елена Иванова, член Института внутренних аудиторов Она говорит о том, что остановка лифта на 15 минут в жилом или офисном здании это всего лишь неприятность А в больнице остановка лифта на 15 минут может оказаться критичной Потому что в этом лифте может оказаться пациент в неотложном состоянии Именно поэтому так комплексно мы подходим к контролю Система административных проверок утверждена приказом и построена таким образом За пять дней до административной проверки все вспомогательные службы Или ответственные лица по направлениям проходят отделение на предмет своего контроля То есть по своим специально разработанным чек-листам В свою очередь отделение готовит свою справку о текущем состоянии отделения И о нерешенных каких-то наболевших вопросах В день проверки уже с высшим руководством учреждения Мы встречаемся в отделении, зачитываем свои результаты предварительных проверок Проходим, если куда-то необходимо пройти и что-то уточнить И обсуждаем уже различные вопросы, которые возникают у руководства отделения Мы обсуждаем также, что сделано за эти дни Какие замечания устранены, какие замечания будут устранены позже Что для этого нужно, а какие замечания невозможно устранить Просто потому что это зависит не от нас, к сожалению, и это не получится Также анализируем, естественно, результаты прошлогоднего обхода, прошлогодней проверки Тоже смотрим, какой прогресс, смогли ли мы что-то преодолеть Или что-то повторяется из раза в раз При необходимости мы планируем проверку на предмет устранения замечаний Вот я вам до этого показывала свой примерный план проверок Так выглядит уже журнал проверки То есть это уже теперь окрашенные клеточки, которые были серыми Такой своеобразный ломаный светофор В зеленом отмечены ячейки, где не было замечаний В желтом, где у нас не более двух замечаний И в красном это три и более замечаний Как видите, есть к чему стремиться То есть вопросов очень много Также еще есть система подсчетов, где, так сказать, идейным вдохновителем Стала врач-эпидемиолог, она ее придумала Ольга Владимировна одобрила А я ее воплотила в жизнь в форме Excel Потому что, к сожалению, программный продукт отсутствует для подсчетов И вот буквально сегодня я подсчитала Мы выявили, какие отделения у нас в процентном соотношении в абсолютных числах Какие отделения у нас работают немного хуже, чем остальные В общем, очень удобная такая получилась штука Таким образом мы работаем с января этого года Уже назрели даже вторые версии регламентов деятельности Главной медсестры, старшей Какие выводы мы сделали? Вывод первый такой, что контроль сроков годности Нужно осуществлять все-таки по чек-листу Несмотря на то, что есть стандарт Потому как это просто удобно Это будет просто объективнее Когда будут вопросы и на них четкие ответы Далее ввести в работу чек-лист контроля по уходу за катетером Я не скажу, что эта работа не ведется Просто почему-то она оказалась за пределами регламента Как и работа по контролю работы с наркотическими средствами Психотропными веществами То есть мы это делаем, но не внесли в регламент Теперь это будет регламентировано Далее Персонал постепенно привыкает к постоянному контролю Что не может не радовать Он уже почти не боится Расслабляется Некоторые даже ждут этой проверки Чтобы задать какие-то вопросы Или что-то уточнить Так или не так И это приводит нас к следующему выводу Вот эта вот система контроль без наказания Она, конечно, подходит для людей очень совестливых Самодисциплинированных Таких вот, знаете, восторженных приверженцев Которые вот в самом хорошем смысле этого слова Таких людей, естественно, не то чтобы мало Но такие не все Люди разные Кто-то, услышав ответ на свой вопрос И поняв, что делает, не так, исправился А кто-то, прошу прощения, садится на голову Это имеет место быть И поэтому у этой системы должны быть рамки Хотя бы временные То есть мы договариваемся с персоналом о том Что вот давайте вот до этого периода Мы вас контролируем Показываем, как работает эта система Потом, извините, уже будут санкции Потому что так долго продолжаться не может И персонал просто начинает быть сильно расслабленным А это, как понимаете, ни к чему хорошему не приводит В процессе разработки, внедрения программы контроля Корректировки и так далее И вот в связи с тем, что я сказала ранее Мы сталкиваемся с теми же трудностями Назовем их так Что и при внедрении стандартизации Все вы помните, как это происходило несколько лет назад Одна из таких проблем Это так называемый психологический или человеческий фактор Во-первых, в нашем учреждении Как и в целом в нашем обществе современном У людей высока степень правового нигилизма То есть мы не всегда готовы И хотим следовать инструкциям Просто так, иррационально Потому что я не хочу Вот и все А во-вторых, очень непросто бывает Преодолеть прежний профессиональный опыт И сопротивление человека новому Эту проблему можно преодолеть Только методично и последовательно внедряя практики И постоянно контролируя исполнение процессов Терпение, еще раз терпение Еще одна проблема заключается в том Что если на каком-то ключевом этапе цикла В качестве проверяющего и не только Встретится человек, недостаточно мотивированный Вовлеченный в систему менеджмента качества То система может выродиться в формализме Я обращаюсь прежде всего К нашей первой линии защиты Старшим сестрам Которые все-таки являются у себя в отделении Локомотивом именно качества и безопасности Вот именно в ваших руках Вот донести до персонала Их роль в организации процессов И в принципе в выполнении В оказании, вернее, пациенту медицинской помощи Как убедить персонал, который и так завален работой? Напомнить им, что мы и раньше это делали Просто не фиксировали Согласитесь, если раньше пробежалась по отделению Заметила недостатки в работе Указала медсестре Исправили, работаем дальше Также и главная сестра, и эпидемиолог А теперь нужно просто заострить внимание На некоторых нюансах Зато в итоге видно, что не только плохо сделано Но и что хорошо А также четко видно динамику И можно разобраться в причинах возникновения Каких-то недостатков, замечаний, нарушений А не только разбираться потом с последствиями Также важно слышать своих работников Чтобы они понимали, что их мнение тоже учитывается Потому как вовлекать работников в систему контроля нужно Убеждать их в том, что система качества не будет полной Вот этот наш цикл управления качеством ПДСЕ не замкнется Потому что, чтобы начать следующий этап Предыдущий должен быть выполнен безукоризненно То есть наша задача В контроль вовлечены все работники Таким образом, методично мы выстраиваем систему контроля Процесс тяжелый, длительный Но мы видим цель и, что называется, не видим препятствий Мы по дороге преодолеваем трудности, решаем задачи Стараемся непрерывно повышать качество помощи И совершенствовать наши документы Но, как известно, пределов совершенства нет Процесс бесконечен И мы идем вперед Я благодарю вас, коллеги, за внимание И с удовольствием отвечу на ваши вопросы Или, если есть какие-то советы, тоже готова их услышать Спасибо 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 Продолжение следует...